Так, как увидеть презентацию? Так, как увидеть презентацию? Я вот что-то с предложения не могу. Я не могу листать, не могу видеть презентацию пока что. Продолжение следует. Продолжение следует. Так, вот появилась презентация. Татьяна Викторовна, большое спасибо. Уважаемые коллеги, прошу прощения за технические проблемы. У нас во всем универе нет интернета. Что-то такое глобальный сбой. Буквально 10 минут назад это случилось. Сегодня с вами поговорим о разработке применения мультимедийного дидактического пособия как инструмента формирования информационно-коммуникационных компетенций педагогов в системе образования. Так, и надо перелеснуть. Рассмотрим следующие вопросы. Это как разработать мультимедийное дидактическое пособие? Какие инструменты и технологии для этого существуют? И как использовать и применять мультимедийное дидактическое пособие? Итак, обратимся к профессиональному стандарту педагога. Там есть расшифровка понятий КТ-компетентности с точки зрения самого стандарта. И здесь, получается, у нас идет деление на три составляющих. Три составляющих. Это общепользовательская компетенция, ИКТ-компетенция, общепедагогическая ИКТ-компетентность и предметно-педагогическая. Так, еще не могу никак угадать. Итак, ИКТ-компетентность делится на три составляющих. Три вида — общепользовательская, общепедагогическая и предметно-педагогическая. ИКТ-компетентность. Рассмотрим... Рассмотрим общепользовательскую компетенцию. Она включает в себя эффективное использование текстовых редакторов, презентации, электронных таблиц, электронной почты, браузеров, мультимедийного оборудования. Также видео-аудиофиксацию, то есть умение проводить видеофиксацию и осуществлять аудио-видеотекстовую коммуникацию. То есть педагог должен уметь пользоваться средствами ВКС, мессенджерами, всевозможными и так далее. И навыки поиска. То есть непосредственно в профилактике. Предмета педагогическая. Общепедагогическая иКТ-компетентность включает умение использовать системы вебинаров, дистанционного обучения, системы видеомонтажа. Как раз то, что здесь подчеркнуто на слайде, это то, что необходимо этими умениями и навыками обладать для разработки мультимедиа-пособий. Умение создавать видео-уроки, осуществление педагогической деятельности в информационной среде, ведение интерактивных образовательных сайтов и использование электронных форм учебников нового поколения. предметно-педагогическая иКТ-компетенция. Здесь, как бы, она включает в себя знания качественных информационных источников своего предмета, использование цифровых технологий, различных предметных программ, приложений, цифровых образовательных ресурсов, преподавания конкретного предмета и даже конструирование виртуальных и реальных устройств с цифровым управлением. То есть, ну, это больше всего уже подходит для учителей информатики. И, как бы, вот это у нас прописано в профстандарте педагог. Вот это мы должны, как бы, учить учителей, то есть, будет ли они студентов, которые у нас обучаются на педагогических направлениях, закладывают непосредственно образовательные программы. И это лишь так, такие некие общие черты, то, чем должен обладать умениями и навыками современный преподаватель. Вот. Но разработка мультимедийных пособий требует все-таки владения большими компетенциями. Сегодня это рассмотрим. Что еще нужно дополнительно? Начнем с того, что... Ну, дадим определение, наверное, да? Да. Так, должен перелистнуться слайд, да. Мультимедийное дидактическое пособие. И это образовательный инструмент, который представляет собой комплекс интерактивных материалов, созданных с использованием мультимедийных технологий, направленных на обучение и развитие учащихся. Ну, соответственно, у меня вопрос. Что такое мультимедиа технологий, как вы думаете? И, пожалуйста, напишите в чате. Что такое мультимедиа технология? Система аудио-видео взаимодействия позволяет общаться напрямую. Так, еще какие варианты у вас есть? Геннадий Егоров ответил. Система аудио-видео взаимодействия позволяющая общаться напрямую. Елизавета Гусева образно использование различных вариантов материалов, в первую очередь электронные. Да, вот, я бы прямо использовал передачи цвета, графики, текста, звука и так далее в читании информации в разных формах. Прежде всего, Екатерина Усенко. Прежде всего, это именно сочетание цвета, графики, текста, звука, видеоизображения. Так, хорошо. Хорошо. Дальше. Примеры. Соответственно, примеры мультимедийных пособий. Это интерактивные учебники и учебные пособия, которые используют видео, аудио, анимацию, графику и другие элементы для наглядного представления информации. Это обучающие программы и симуляторы, которые позволяют учащимся практиковаться в решении задач или изучении процессов в виртуальной среде. Это онлайн-курсы и платформа для дистанционного обучения, которое предоставляет доступ к учебным материалам, в том числе именно мультимедийным заданием и обратной связи от преподавателя. Это электронные рабочие тетради, сборники и упражнения с возможностью автоматической проверки ответов, представления обратной связи. Это мультимедийная презентация и лекция с интерактивными элементами, такими как слайдеры, кнопки, ссылки и так далее. В том числе и внешние гиперссылки. Виртуальная экскурсия и тура по музеям, историческим местам. Тестовые системы и онлайн-тренажеры для проверки знаний, навыков учащихся. Игровые обучающие программы, которые используют элементы игры для увлечения учащихся в процессе обучения. Ну и образовательные приложения и мобильные игры, которые предназначены для изучения конкретных тем и предметов. Визуальные примеры. Типичный электронный учебник слева с оглавлением, содержанием. Соответственно, справа, когда мы нажимаем, выбираем соответствующую тему, мы можем увидеть картинку, увидеть какое-то изображение, даже встроенный видеоролик, презентацию, может быть какое-то задание с элементом обратной связи, когда ученик вносит ответы и, соответственно, система, то есть учебник ему выдает результат. Какой-то комментарий к ответу. Правильно, неправильно там и так далее. Справа здесь показан как раз некий такой симулятор. Выполнен такой электронный тренажер, где можно потренироваться и, соответственно, поработать на токарном станке. Сейчас производится, выходит, так скажем, свет. Даже вот я один недавно пользовался. У нас есть специальности, которые связаны с подготовкой именно сварщиков. И вот я даже пытался на этом симуляторе... Получается довольно, скажем так, довольно реалистично. Еще система подсказывает, что я там неправильный угол наклона держу электрода и, например, слишком долго задерживаю электрод, либо, значит, увеличиваю расстояние до электрода, до металла. Указывает, что... Основные характеристики мультимедийно-дидактического пособия. Первая важная характеристика — это интерактивность. То есть мультимедийно-дидактическое пособие должно предусматривать возможность интерактивного взаимодействия. То есть должно давать отклик на действия ученика, значит, комментарий к ответу, выставлять оценку и так далее, например. Дальше. Наглядность. То есть все материалы, которые есть в мультимедийно-дидактическом пособии, соответственно, должны быть очень наглядными и простыми. Далее. Доступность. Пособие должно быть доступно для разного... для учащихся с разным уровнем подготовки. Ну и, соответственно, разнообразный формат контента. Так как тесты, кейсы. И, возможно, выбирал удобный формат для обучения. Принципы организации материалов. Принцип наглядности. То есть каждый модуль-блок состоит из коллекции кадров. То есть идет такая раскадровка, дискредитация, дискретность материалов с минимумом текста и, самое главное, хорошей визуализацией. Принцип квантования. Деление на модули, разделы, темы, замкнутые по содержанию. Принцип явления. Возможность нелинейного перехода между разделами. Принцип регулирования. То есть обучающий сам должен регулировать темп изучения материала. То есть такая возможность должна быть предусмотрена. Возможность регулирования глубины материала, показ дополнительных материалов от знаний учащихся. И принцип собираемости, возможность дополнять материал, даже не собираемости, а масштабируемости, то есть можно дополнять материалы и включать разделы. Основные шаги создания рассмотрим, создание электронного пособия и какие компетенции необходимо использовать, иметь, формировать у себя, чтобы создавать такие мультимедийные пособия. И разделены на две части. Подготовки — это первые три шага, первый этап — это материал, обработка структуры самого знания, умения, навыки. И, соответственно, мы это делаем под определенную целевую аудиторию, то есть возраст наших учащихся, кто наши обучаемые. Учитываем психолого-педагогические особенности, возрастные особенности аудитории и формируем сначала, что должны наши обучаемые знать, уметь, чем владеть, какими навыками. Начинаем подбирать материалы для учебников, какие-то задачи, тексты и так далее. И потом мы занимаемся разработкой структуры содержания. То есть мы определили оборудование, где мы будем брать структуру учебника, делим на модули, разделы и темы. И вот здесь определили оборудование именно для этого. Первая, так скажем, компетенция — это умение работать с информацией. Не очень у меня хорошо получается переключать слайды в приложение, но вот так. Компетенция — способность анализировать и оценивать информацию, то есть выдать критическим мышлением, особенно если мы пользуемся, например, нейросетевым поиском. И умение применять генеративные нейросети для поиска информации. То есть сейчас фактически очень много, скажем так, можно и курсов, и учебных курсов, и всевозможного учебного контента сформировать, используя генеративные нейросети. Ну, об этом я рассказывал, кстати, посмотреть, у Директ Академии эти вебинары есть. И вот в следующий слайд у нас, получается, есть основные поисковики, которыми мы пользуемся. Ну, помимо известного Яндекса и Гугла есть Bing. У Яндекса, кстати, тоже появился нейросетевой поиск и Байду, китайский Байду. Ну, может, кто-то, конечно, уже знает, потому что были на прошлых моих вебинарах, и так просто может уже владеть информацией. Очень хорошая генеративная нейросеть – это Perplexity. Поисковая нейросеть, то есть там можно не только что-то сгенерировать, но прежде всего у него заточка идет на такой поиск. Причем, в отличие от чата GPT, может выдавать даже источники. В принципе, данная примечательна тем, что она, в общем-то, применяется для того, чтобы искать информацию, отсевать коммерческий поиск. То есть то, что за... И так далее. И примечательно то, что все-таки есть указания на источники, откуда эта нейросеть взяла данные и сгенерировала текст. Ну, и недавно у нас... Это Ruviki, называемые Ruviki. Тоже можно использовать для... Поиска... Так, ну, не переключает у меня почему-нибудь. Сейчас... Да, вот, Ruviki. Сергей Вячеславович, Сергей Вячеславович, давайте я вам буду переключать слайды. Вот после Ruviki вы мне просто говорите. Команду давайте, следующий слайд. И можно отключить свое видео, потому что звук очень сильно иногда западает. Ага, давайте попробуем без видео, может быть, звук будет получше. Давайте так. Ага, спасибо. У нас сегодня экстремальный вебинар. Следующий слайд, пожалуйста. Так. Основные шаги создания электронного пособия. Следующий этап, второй, да. Это визуализация и подбор мультимедиа контента. Здесь, как правило, разрабатывается сценарий визуализации модулей для наглядности и эмоционального увлечения учащихся. Здесь подбираются рисунки или, значит, из готового контента, или рисуете сами, или используете генеративные графические нейросети, тексту-имидж, да. Получается графика, анимация, подбор аудио, видео и так далее. Здесь вы превращаете мультимедийные элементы в интерактивные источники знаний и средства решения учебных задач. Следующий шаг – это интерактивность и обратная связь. Здесь необходимо продумать, именно какая будет обратная связь, какие будут активности, подбирать какие-то эффективные дидактические игры, разрабатываете, тренажеры, тесты. И, соответственно, реализуете обратную связь для контроля и оценки результатов обучения. И последний этап – это апробация и доработка, то есть проведение апробации пособия и получение экспертной оценки об эффективности данного мультимедиапособия. Ну, соответственно, вносим доработки и, значит, запускаем также на следующий круг использования. Следующий слайд, пожалуйста. Компетенции. Какие нужны компетенции на этом этапе? Это умение создавать изображения в растровых и векторно-графических редакторах. Но если это дело очень трудоемкое, то сейчас на помощь нам приходят генеративные нейросети, и можно использовать для рисования, создания изображений, а также разработки сценариев визуальных модулей. То есть, например, можно тоже те же самые генеративные сети использовать для написания сценариев какого-то этапа, какой-то презентации, слайда для учебника. Ну, это опять-таки текст-то-текст, типа текст-то-текст. Яндекс.GPT, чат.GPT, гаминай, так называемый, перплексити и так далее. Разработка, умение разрабатывать текстов, тестов и квизов. И вот как раз именно появление генеративных нейросетей, умение это делать, использовать, должно дать такой толчок в разработке вот этих самых мультимедивных пособий. Навыки использования современных информационных технологий в обучении и умение создавать и использовать мультимедийные материалы в своей работе. Следующий слайд. Приведу несколько, значит, примеров генеративных нейросетей, тексту-имидж, то есть, когда мы пишем текстовый запрос и получаем картинку. Один из таких популярных, который я использую, и наши, скажем так, наши всевозможные структуры по разработке учебного контента, это Dream by Womba, Dream Studio, Playground, Леонардо, я бы отметил. Это, опять-таки, генеративные сети, где можно бесплатно это все делать. Кандинский 3.0 или Fusion Brand, Сбера, и шедевр, возможность создания на мобильном телефоне картинок и, соответственно, есть портал шедевров, где можно это все посмотреть. Ну, сервис, на самом деле, очень много. Я в прошлых своих презентациях, обзорах об этом рассказывал, говорил. Посмотрите вебинары. И потом в конце скажу, значит, еще где можно этому всему обучиться. Так, следующий слайд. И еще один из таких мощных сервисов, который я для себя открыл буквально год назад и обучал на своем курсе, сервис, который имеет возможность, то есть встроенный искусственный интеллект, здесь можно создавать, причем он доступен для россиян, и даже возможность оплаты тоже. То есть там разные опции, есть бесплатные и бесплатные. Называется Web Apps by One, Two, Three Apps, так называемые. Или просто называют там 123 Apps. Здесь можно зарегистрироваться и озвучивать тексты, презентации, то есть создавать озвученные презентации. Даже есть такой неплохой онлайн-видеоредактор, где все можно это править. И есть возможность генерировать, используя нейросеть, тексты к презентациям и, соответственно, озвучивать презентации. Следующий, пожалуйста, слайд. Дальше. При разработке презентации, при разработке мультимедиа пособия, мультимедийной презентации, можно использовать так называемый метод Фейнмана. Суть его заключается в том, чтобы объяснить тексты, какую-то тему простыми словами. И здесь вот на слайде представлен сам по себе алгоритм метода, то есть это выбор темы, объяснение понятий, выявление ясностей, потом возврат к исходу материалу, делим опять-таки на более мелкие составляющие и опять еще раз упрощаем объяснение. Для чего мы это можем применять? Данный метод можно применять с использованием генеративных нейросетей и применять для того, чтобы делать четкие, понятные формулировки кадром нашего мультимедийного пособия. к слайдам и так далее. Следующий, пожалуйста, слайд. И вот как использовать? Здесь тоже на этом слайде я привожу примеры. То есть мы можем нейросети объяснить тему и спросить, понятно или нет. Мы можем задавать вопросы нейросети, мы можем обучить ее нейросеть, как нужно объяснять. И когда уже мы это сделали, соответственно, мы вводим соответствующий промпт по какой-то определенной теме. Например, промпт здесь представлен. Веди себя как педагог, запроси у меня материалы темы. Составь короткое объяснение, как будто ты объясняешь это, например, пятилетнему ребенку или детям. Например, объясни теорию относительности, составь короткое объяснение, значит, как будто ты объясняешь это пятилетнему ребенку. И, кстати, нейросети очень хорошо знакомы с методом Фейнмана, и они вот очень простым языком с подбором терминов предлагают тексты, которые мы потом можем переработать и включить, соответственно, в свою мультимедию пособия. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, такие некоторые аспекты, вот как использовать генеративные нейросети в разработке мультимедиа пособия. Видите, получается еще одна новая совершенно компетенция для того, чтобы это делать быстро, эффективно. И сейчас я перехожу к следующему вопросу. Это современные популярные программы для разработки мультимедиа пособия. Ну, всем известный Microsoft PowerPoint. Многие, наверное, из вас уже знакомы с Adobe Captivate, Articulate Storyline, iSpring Suite, Contasio Studio. Но это все коммерческие продукты. И покупать это все для того, чтобы, значит, именно самим довольно накладно и дорого, только если организация это приобретет. И тогда в этом случае мы можем, как бы, использовать. Ну, мы, например, пользуемся, значит, iSpring Suite. Стоит iSpring Suite довольно недешево, вот. Но у нас, например, на 3-4 машины, значит, установлено. Мы активно, значит, делаем курсы, презентации, озвучиваем и так далее. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, из, скажем так, таких программ, которые, в общем-то, ну, не совсем новых, да, то есть уже, которые использовались сравнительно уже долгое время, там, с нулевых годов, примерно, с 2003 года и так далее, это программы After Run Pro Enterprise и After Play Media Studio. Наверное, многие, кто знает, поставьте знак плюс в чате. Это программы, которые, в общем-то, создают меню быстрого запуска для CD-дисков. И вот эти программы можно использовать для того, чтобы, например, вот получать на картинке слева такое интерактивное меню, например, книги, там, клипы, еще что-то там, или кнопочки делать по каким-то темам, а к этим кнопкам уже привязывать текстовый контент, презентации, там, задания, тесты и так далее. Вот, можно создавать, используя вот эти вот довольно-таки уже известные и давние программы, такие мультимедиа-учебники, записывать их в экзе-файлы, сохранять на компакт-дисках, либо сохранять просто на флешке и давать учащимся на уроках. Следующий, пожалуйста, слайд. Одна из таких популярных программ, которая сейчас предлагается в бесплатном доступе, это программа называется «Курслаб». И, в общем-то, здесь можно создавать интерактивные учебно-электронные курсы, даже в так называемом формате, который транслируется в различные системы дистанционного обучения. И, в общем-то, здесь как раз есть ссылочка, где можно посмотреть и скачать эту программу. Она, к сожалению, сейчас перестала развиваться, то есть совершенствоваться, но, тем не менее, в бесплатном доступе доступен. Ну и еще одно из таких популярных пособий, популярных программ для создания пособий, называется «Help Manual». Пожалуйста, следующий слайд. Данное пособие представляет такой формат справки для Windows. и здесь, в общем-то, можно, как раз используя данную программу, создавать такие вот электронные книги, где есть содержание, соответственно, тема, и под каждой темой можно размещать текстовый контент с картинками, даже можно ссылки на какие-нибудь внешние источники, фильмы и так далее. Следующий, пожалуйста, слайд. Еще хотелось бы привести ряд программ, которые тоже являются не новыми. Это eLearning Office 3000, который состоит из трех компонент, ePublisher, eAutor, eBoard, то есть электронный публицист, электронный автор, электронная доска. И эта компания «Гиперметод» разработала данный пакет. И здесь вот именно ePublisher и eAutor можно использовать активно для как раз программных комплексов для создания мультимедийных книг. SunRave Book Editor тоже. Программа для создания электронных книг, тоже подходит для методических и так далее. И InterTrends Editor – программа, предназначенная для создания электронных учебников. Но это все платные программы. И следующие два слайда будут как раз посвящены именно бесплатным программам. Это программа TurboSuite TurboBook. Там вот есть ссылочка на сайт Артура Шарипова, где можно получить очень подробные инструкции. И там же можно скачать программу по созданию как раз электронного учебника. И делать это в виде электронной публикации. То есть это будет, например, какая-нибудь папочка. В папочке будет индексный HTML-файл, который можно запускать. И с него уже переходить в различные разделы, темы уроков, соответственно, подтягивая контент. Можно и презентации, ссылки делать на презентации, и на картинки, и на видео, и на аудио, и так далее. Кто пользуется, поставьте плюсик. Кто слышал по TurboSuite? TurboSuite, TurboBook называется. Посмотрите, пожалуйста, очень интересная вещь. Обычно я на своих курсах по ИКТ рассказываю преподавателям, как пользоваться и как создавать электронные учебники. Следующий у нас источник, или следующий у нас инструмент, называется довольно старенькая такая программа. Я ее достал из Нафталина и встрюхнул, так сказать. Это называется Notata eBook Compiler. Тоже наподобие Help and MnO. И здесь также можно создавать электронные книги, презентации, веб-страницы. Все это формировать в единый экзофайл, и просто этот экзофайл размещаем где-то на каком-то облачном сервисе. Учащиеся берут, запускают, нажимают, запускают экзофайл и изучают материал. Вот здесь проведена ссылка для скачивания. Следующий, пожалуйста, слайд. Инструменты создания интерактивных презентаций. Рассмотрим. Следующее. И рассмотрим такой инструмент, который называется Prezi. То есть рассмотрим сейчас инструмент именно создания влайн-презентации, потому что это один из самых таких распространенных средств или компонентов мультимедийного пособия. И здесь сервис Prezi, я думаю, что наверняка вы про него слышали, который похож на доску мира. И здесь, в общем-то, есть всевозможные, скажем так, шаблоны. В каждом шаблоне есть рабочие поля. И можно, используя шаблоны инфографики и даже есть возможность видеосопровождения, делать такие микро-мультимедийные уроки для того, чтобы демонстрировать какие-то знания, информацию и показывать какие-то микронавыки, формирование микронавок. То есть очень интересный сервис. Следующий, пожалуйста, слайд. И следующий у нас называется FlyV. FlyV тоже онлайн-платформа для создания различных графических работ. Аналог сервиса Canva. И на ее базе можно делать не только презентации, но и самый разнообразный контент. Как правило, данный сервис несколько сложнее, чем, например, Google-презентация или PowerPoint, но инструментарий гораздо шире. Следующий, пожалуйста, слайд. И сервис мира. Сервис мира можно использовать для создания различных, скажем так, упражнений, схем всевозможных умных карт, освоения того или иного, то есть навыка, разбив его на шаги. И, соответственно, ссылочку на этот сервис облачный можно включать в свои мультимедийные пособия. И по внешней ссылке учащиеся могут переходить и пользоваться. Но есть вот ссылочка здесь на мастер-класс. Можете посмотреть, скачать. Я хотел тоже показать пример, но, к сожалению, сейчас не смогу это сделать. И вот мастер-класс там прямо я подробно осматриваю, как можно для дошкольников и для учащихся в школах и студентов, даже для методологов применять данный сервис. Так, следующий, пожалуйста, слайд. Так, еще следующее теперь. Дидактические требования. Следующий, да. Татьяна Викторовна, следующий, пожалуйста. Ну и, если мы уже заговорили о презентациях, то какие дидактические требования к презентации. Презентация, в общем-то, которая применяется как компонент мультимедиа пособия. Соответственно, мультимедиа пособия может применяться как компонент какого-то урока. Это не просто набор каких-то эпизодов, модулей. То есть и учебник там не должен быть, набор какого-то контента представлять. А именно, в общем-то, представлять такой некий цельный продукт с разбивкой на шаги. И каждый шаг должен быть продуман и подкреплен понятным нормальным материалом с обратной связью. Какие должны быть дидактические требования к мультимедиа компонентам пособия? Это целенаправленность, научность, наглядность, доступность, систематичность материалов, последовательность изложения и связь с практикой. Ну и, конечно же, мы должны учитывать психофизиологические особенности целевой нашей аудитории, которую мы с вами обучаем. Следующий, пожалуйста, слайд. Есть определенные, скажем так, механики разработки сценариев презентации в мультимедийном пособии. Первое – это, опять-таки, мы выделяем смысловые части модуля «Этапы», потом прописываем идеи каждому модулю, потом моделируем познавательную деятельность при изучении каждого модуля, выставляем определенные последовательные слайды. Далее мы проектируем способ закрепления тех знаний, умений, навыков, которые мы прививаем, и как мы получим обратную связь, как мы поймем, что у нас учащийся получил знания и какие-то умения, навыки сформированы. И, соответственно, уже только после этого переходим к продумыванию размещения слайдов учебного контента по эргономическим требованиям. Следующий, пожалуйста, слайд. Есть ряд правил, как разрабатывать презентацию. Первое правило – это «Будь проще». То есть если мы включаем презентацию в состав мультимедиа пособия, то ничего лишнего быть не должно. То есть каждый слайд, каждая картинка должна быть подобрана по смыслу и как можно меньше текста. То есть все-таки это должна быть, должна работать принцип наглядности. Отсюда вытекает и правило второе – принцип наглядности. То есть мы должны, скажем так, размещать контент, размещать графические объекты и прорисовывать их, соответственно, так, чтобы не было ничего лишнего и все должно быть понятно. Правило третье. Шрифт и кегель должны служить максимально простому визуальному восприятию. Текст должен быть не очень мелким и, соответственно, должен быть контрастным. Здесь вот примеры приведены контрастности на различных фонах. Ну, как-то пурпурный, лимонно-желтый не очень, наверное, будет хорошо использовать, а вот спокойный там белый на синем фоне или желтый на синем фоне, черный на белом – это самые контрастные цвета, которые можно использовать для создания, соответственно, слайдов, презентации. Следующий, пожалуйста, слайд. Расположение предложений на каждом слайде должно максимально облегчать задачу восприятия. То есть, соответственно, ну, например, вот здесь у меня показано, что я разделяю, я ставлю два пробела, чтобы разделить правила, чтобы было нормально, скажем так, воспринимался, чтобы не лепить текст друг на друга, особенно, когда, ну, его очень много. И вообще надо избегать, чтобы текста не было так много, значит, как бы, ну, такого слитого, без разделителей или так далее. Правило пятое. Количество текста должно определяться мыслью. То есть, один слайд, одна картинка, одна мысль. Ну, максимум две. То есть, надо там помещать картинку и кучу там символов, много текста там, что просто учащийся устает читать, у него рассеивается внимание и так далее. Поэтому, если мы делаем пособие, разрабатываем, то у нас должна быть все максимально лаконичная картинка и текст. И текст, значит, подобранный именно по смыслу этой картинки, который выражает одну мысль. Можно применить тот же самый принцип Фейнмана, чтобы объяснить, что показано на данном слайде, на данной картинке. Следующий, пожалуйста, слайд. Следующий слайд – это правило 6. То есть, как размещать объекты. Если посмотреть на, скажем так, наши психофизиологические особенности, восприятие информации, то вот эта вот самая такая красная, вот эти тёплые цвета, значит, красный цвет, оранжевый, жёлтый – это самая такая зона нашей активности, куда мы прежде всего обращаем внимание. Буква Ф такая, да, поэтому если мы хотим на чём-то сосредоточить внимание, то непосредственно вот в этой области нам нужно размещать самые важные объекты. Соответственно, мы читаем сверху вниз, слева направо. Поэтому если мы хотим сосредоточить внимание, то, соответственно, вот используем такую букву Ф, как указано на данном слайде. Следующий, пожалуйста, слайд. Следующее у нас правило – это семь. Не увлекаться анимацией, то есть не перегружать слайды лишними деталями. Бывает, там, где он какие-то рамки, где он что-то двигается, двигается, летает и так далее. Главное – не отвлечь нашего обучаемого от смысла. Поэтому анимацию можно применять, если мы, например, какую-то виртуальную лабораторную работу делим, то есть перемещаем объекты с точки А в точку Б. То есть по смыслу. А не так, чтобы каких-то бегающих муравьёв добавили, что-то бегает, что-то взрывается, летает и так далее. Как раз именно учащиеся на это обратят внимание. Да, это, как говорится, привлечёт их внимание, но смысла они не поймут. Следующий, пожалуйста, слайд. Следующее правило у нас называется «Правило семи пунктов». Один слайд должен содержать не больше семи элементов, будь то строки, картинки или схема. Следующее правило – чередуйте контент. Презентация, если будет только состоять, слайд будет состоять только из текста, конечно, это будет очень скучно восприниматься и, соответственно, не удовлетворяет принципу наглядности. Поэтому старайтесь добавлять элементы графики, схемы, диаграммы, соответственно, картинки, рисунки. Следующий, пожалуйста, слайд. Следующее правило – это «Делайте спокойный фон». Светлый фон и тёмный шрифт всегда выглядят уместно, актуальны и не отвлекают внимания от содержания. Сочетание белого и чёрного шрифта – это, в общем-то, классическое сочетание и подходит для большинства слайдов, для большинства презентаций. Но с цветовой гаммой надо быть очень аккуратным, потому что используя каких-то ядовитых, ярких цветов, оно, наоборот, раздражает и отталкивает от той информации, которую мы хотим донести. И следующий момент – это следующее правило, последнее – это «Придерживайтесь единого стиля». То есть спокойный фон, легко читаемый на его фоне текст, логотипы – такие работы всегда будут смотреться гармонично, и мы всегда будем взаимодействовать, будет приятно взаимодействовать с материалом, когда всё идёт в едином стиле, и аудитория будет нормально воспринимать учебный контент. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну и последний вопрос, который мы рассмотрим, это «Как использовать и почему надо использовать?». Преимущества используемых единых технологий – это визуализация информации, это увлекательность и мотивация. Современные дети, ну, вы прекрасно знаете, они с ними работаете, они, в общем-то, ну, есть такое понятие клиповое мышление и так далее, их привлекает именно игрификация, когда они вот все сидят, вот они смотрят этот YouTube, они играют в игры и прочее. Соответственно, очень важна вот эта вот визуализация информации, чтобы они могли это увидеть, и это должно быть также увлекательным для них. Дальше. И, соответственно, интерактивность, добавляет интерактивности, значит, в учебное взаимодействие. То есть мы можем быстро получать, как бы, обратную связь, насколько ученик понимает тот или иной, понял тот или иной элемент учебного контента, учебного материала. Следующий, пожалуйста, слайд. И, в общем-то, если так вот разделить, то все мультимедийные и декортические средства делятся на информационно-линейные и вот как раз интерактивные нелинейные. То есть это мультимедиа-пособие, когда мы можем использовать именно интерактивный нелинейный формат. Применяется для сопровождения объяснения педагога, для организации информационно-обучающего взаимодействия это интерактивные учебники, пособия как на уроках новых знаний, комбинированных практических лабораторных занятий, так и для самостоятельного изучения. Ну и, конечно, мы также можем использовать для контроля знаний данной мультимедиа-пособии. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот это все, что я сказал, можно вместить вот в такую схему направления использования. Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках, обеспечивая мотивацию, наглядность передачи информации, для организации самостоятельной деятельности учащихся, в том числе дифференцируя обучение, углубляя знания, и, соответственно, для проверки результатов учебной деятельности. То есть если это будет еще пособие с возможностью обратной связи, то есть в зависимости от того, какое оборудование у нас находится на уроке, то есть можно, например, делать всевозможные голосования и так далее, то есть в интерактивном онлайн-режиме получать ответ на какой-то тест, и, соответственно, можно оперативно, быстро проводить проверки результатов освоения какого-либо материала. Ну и, соответственно, можно просто использовать, если у вас есть система один ученик, один компьютер, можно это все собирать с каждого нетбука или ноутбука, или планшета ученика на свое рабочее место и видеть, как посваивают, значит, как успешно прошли тот или иной элемент урока. Следующий, пожалуйста, слайд. Здесь я для вас привел некие источники с литературой, с которыми можно ознакомиться. И следующий слайд, пожалуйста. Группа «Цифровой педагог» у меня есть, которую я периодически веду, приглашаю на различные мероприятия, в том числе на конференцию, которая будет 21 июня. Вступайте, будем поддерживать связь. Также интересная вещь, когда появляется время, выкладываю интересные вещи какие-нибудь, какие-нибудь свои мастер-классы и так далее по использованию программного обеспечения именно в работе педагога. И следующий еще, пожалуйста, слайд. Приглашаю вас также на курс, который мы проводим совместно с директором Академии. Первый выпуск курса успешно прошел в марте-апреле. Учим, как применять искусственный интеллект в работе преподавателя. Старт следующего набора у нас. Набор уже стартовал, но старт своего курса 28 сентября. Приходите, будет интересно. Я буду вас учить создавать АЯИ-помощника, то есть или нейропомощника. В Телеграме можете заиметь своего нейропомощника, который вам будет рисовать картинки, писать тексты, составлять программы, задачи, тесты. В общем, рассмотрим во многих аспектах, как создавать контент текстовый для своих занятий, тесты, задачи, куризы. Рассмотрим сервисы искусственный интеллект, которые именно только для этого заточены. Будем учиться рисовать картинки, создавать свои аватары говорящие, видеоролики с помощью нейросетей, то есть создавать учебный контент и разрабатывать также с точки зрения методолога, методиста, программы, различные программы учебные для школы, для общего развития, общеразвивающая программа. Я покажу применение нейросетей, как это можно делать, как нейросети можно поставить себе, скажем так, помощь, то есть создать такого своего нейропомощника. Поработайте в современных инструментах, типа Neotion, и, соответственно, научитесь создавать своего нейропомощника в Телеграме, например, то есть у вас будет свой нейропомощник, заходите в Телеграм, который будет отвечать за вас ученикам, который будет генерировать текстовый графический контент и так далее. Будет интересно. Ну, готов ответить на ваши вопросы нашего сегодняшнего экстремального вебинара. Так, ну давайте на вопросы ответим. Александра. Существует мнение, что на слайдах нужно размещать информацию, не читать слух, не озвучивать. Ну, согласен, да. Можно просто... Я стараюсь делать презентации, чтобы вы их забрали с собой, и чтобы у вас остались еще и тексты, чтобы вы потом могли, если что, скачать и как-то пользоваться. Потому что, да, можно написать одни термины и так далее, проговорить, но я стараюсь еще и добавлять тексты. Особенно, например, если мы делаем это для заочного отделения, то, соответственно, я, например, для студентов-заочников вообще подробно пишу, добавляю тексты и так далее, как некий такой учебник, чтобы они там не лазили в 12 учебниках, а вот в одном месте делали. То есть в зависимости от аудитории. Ну, спасибо за внимание. Можно указывать, можно не указывать. В принципе, в конце обычно я указываю. Елизавета Гусева. Я правильно поняла, что все программы, с помощью которых можно создать материалы, которые будут храниться на моем компьютере, которые могут спокойно выложить на свой... которые могут спокойно... Что это все программы, с помощью которых, или что-то им придется хранить на каких-то внешних сайтах. Да, можно не хранить никуда, можно все сделать у себя на компьютере. И все. А в облако размещать, если вы хотите, например, с помощью турбо-сайта или турбо-бук создали учебник, вы можете к нему предоставить просто доступ, чтобы его скачали. А так не обязательно. Все можно на своем компьютере. Материал этого вебинара очень полезен для готовящей статьи. Как сделать ссылку на ваше выступление, если где-то опубликованный текст. Но ссылка у нас появится в вебинаре на Ютьюбе. И вы можете эту ссылочку на Ютьюбе, соответственно, взять через день-два. Обычно на канале Директ Медиа, Директ Академия появляется ссылочка, и вы можете, соответственно, взять вот для своей статьи. Марина Эрнштейн. Планирую записаться к вам на курс. Буду очень рад. Записывайтесь, будет просто интересно. У нас отучилось где-то порядка 56 человек. Отзывы очень... Ну, поставили курс очень высокую оценку. Приходите. Мы постараемся выложиться по максимуму для вас. Вступайте в группу «Цифровой педагог». Будем держать связь. Кстати, тоже буду проводить мастер-классы по использованию РСТ где-то в август месяц. Так что поддерживайте связь со мной в группе «Цифровой педагог». Приходите на мастер-классы. Ирина Ифанова. Да, эта презентация будет доступна. Вступайте в группу «Цифровой педагог». Там тоже продублируем. Ну, коллеги, спасибо за внимание, что подключились, дождались. У меня сегодня форс-мажор. Такого никогда не было. Такой экстремальный вебинар получился. С телефона никогда так не проводил. Поэтому приношу еще раз свои извинения. И, так скажем, до новых встреч. Надеюсь, что мы с вами еще встретимся на каких-то новых темах. Интересных. Так, посмотрю, были ли вопросы в начале. Вроде бы вопросов не было. Спасибо за вопросы. Спасибо за внимание. Был вопрос о бангоязычности программы. Если не трудно, повторите, пожалуйста. Те программы, которые я привел, у них у всех есть... Вот особенно те, которые ставятся на компьютер. У них у всех есть очень много обзоров в интернете. Кстати, вот в литературе здесь можете... В 47-й слайд можете посмотреть там ссылочки. Там прямо учат, как ими пользоваться. Но вот, да, в литературе здесь есть некоторые. Но турбосайт и турбобук, там есть интерфейс на русском. Перплексити нет. Перплексити надо зарегистрироваться и выбрать русский язык. Выбрать русский язык. И, в принципе, он русифицирован. То есть поддержка русского языка есть. Ну и не забывайте про кнопочку в Яндекс.Браузере перевести. Значит, Яндекс.Браузер переводит. Перплексити... То есть все, что есть на сайте, может перевести. Сейчас, особенно с различными онлайн-сервисами и сайтами, проблем нет. Яндекс.Браузер такой мощный помощник. Переводит все кнопочки и так далее. Даже вот этот вот 123 Апс тоже переводит. Все понятно. Татьяна Викторовна, спасибо большое за помощь. У меня просто выручили сегодня. Ну что, коллеги, наверное, будем завершать. Больше вопросов нет. Да, еще раз спасибо за терпение и за внимание. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok